Всем приветик! Вы на канале Виктория Киви. Спасибо, что заглянули. Сегодня, как и обещала, начинаю снимать серию бьюти баттлов, где вместе с вами буду тестировать разные средства для снятия макияжа и лучшие из них дарить вам! Та-дам! Перед вами 4 средства для снятия макияжа, а именно мицеллярная водичка фирм Нивеа, Лореаль и два вида Гарнир. Розовенькая, всем уже давно знакомая, и новенькая, тоже уже нашумевшая мицеллярная вода с маслами от Гарнир. Сегодня у нас будут соревноваться 3 средства. Лореаль, Нивеа и розовенькая Гарнир. Если все будет идти по плану, то это видео уже вышло в субботу, и уже следующее видео будет в среду, где наш сегодняшний победитель посоревнуется из мицеллярной водой с маслами от Гарнир. В среду я объявлю конкурс, и вы сможете получить то средство, которое выиграет в нашем Баттле. Ну что ж, приступим! Я не буду наносить миллион средств на кожу, достаточно будет тройки. Это водостойкий лайнер от Лореаль. Суперстойкая подводка от Инга. И красная матовая помада Мак. Подожду немножечко, чтобы это все подсохло. Тем временем нанесу простой обычной ручкой метки, чтобы мы знали наглядно, где какая водичка. Это у нас будет Лореаль, это Нивеа и это Гарнир. Минута точно прошла, и теперь я буду наносить на ватные диски водичку. Начну с Лореаль. Сразу хочу отметить небольшой минус упаковки, не совсем удобно набирать продукт, из-за того, что она квадратная. Просто прикладываю ватный диск. Теперь на очереди Нивеа. Здесь упаковка немного удобнее, еще есть скошенная поверхность. Продукта не жалею. Смачиваю обильненько. Прикладываю сюда. Теперь беру Гарнир. Прикладываю сюда. И подождем примерно полминутки. Не буду тереть, ничего делать. Просто ждем. Ну что ж, будем убирать диски. Я слегка провожу. Ручка тоже поучаствовала в нашем конкурсе. Что мы сейчас видим? Лучше всех стерла помаду. Мицеллярная вода от Гарнир. И даже лучше всего просматривается и черная линия, и линия от подводки. Здесь, где Нивеа, только помады видно немного. Эти штрихи практически незаметны. Здесь, где Лореаль, практически такая же ситуация. Теперь беру чистые диски. И попробуем приложить некоторые усилия. Опять же, беру водичку от Лореаль. И пробую стирать. Немного придавливая. Уходит на слабенько. Два. Три. Четыре. С пятого раза у нас полностью смылась помада. Немножечко ушел в лайнер от Лореаль. Черненький. И подводка посередине, где я нажимала, стерлась немного лучше. Но все равно результат не идеален. Дальше берем Нивеа. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Почти стерлась помада, но черный лайнер и подводка практически остались на месте. На данном этапе Лореаль выигрывает. И теперь берем гарнир. Раз. Два. Уже со второго раза помада, как вы видите, ушла. И черный карандаш тоже стирается уже лучше. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Карандаш почти стерся и подводка тоже наполовину. Как мы видим, ни одно изрез не справилось идеально. Подводка реально очень стойкая и ее тяжело смыть мицеллярной водой. Ну вот, Нивеа вообще не берет. И смотрите, рука уже красная в этом месте. здесь такого не видно. Лореаль тоже если постараться, сотрет. Данное средство не оставляет никакой липкости на коже. Ну что ж, время подводить итоги. Сегодня нашим победителем по всем параметрам стала мицеллярная вода от Горнет. Она лучше всех справилась со своей задачей снятия макияжа, при этом не вызывала никакого раздражения, не оставила после себя ни липкости, никакой жирной пленки. И по цене она на уровне с Нивеа, которая, к сожалению, сегодня проиграла. Мицеллярная вода от Лореаль стоит чуть дороже этих двух экземпляров, но не сильно превосходит Нивеа и значительно поступается в мицеллярной воде от Горнет. Если вам понравилось это видео, поддержите меня, пожалуйста, пальчиками вверх, подписывайтесь на канал и не пропустите следующий батл и конкурс. А после мицеллярных мы еще с вами протестируем двухфазные средства для снятия стойкого макияжа с глаз и губ. Скоро увидимся! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!